так давай покажем зрителям что мы собираемся сделать что мы имеем ввиду понятное дело что с краев ты начнешь бирюзовый с коричневым добавлять потихонечку можешь краску даже не разжижать вот смотри палитру коричневая голубенькая сухая вот так темно темно больше бирюзовую и капельку белил потихоньку в серединку ты будешь просто добавлять белый ты видишь не даже заметны некоторые мазки пускай пока будет фактура краски для того чтобы мы могли ее потом мастихином задавить вот такая задача вот уберешь пока отнимание розы и вазу и даже стола у тебя не будет только одним зеленым коричневым да там получится достаточно светленько кстати говоря примерно вот так если должна от темноты с краев войти в освещение в середине и освещение закрасить нет этот кусочек можешь оставить на тронетом если отвечать не закрасишь на тряпочки выкинуть молодец оставила пустое местечко туда можно сейчас желтые белила желтым уже маленькой кисточкой заставить появится вот это я его сразу вот так разбросаем дальше пока у нас кисточки этот свиточек мы его еще найдем в других местечках он есть на столе примерно примерно понимаем что он где-то рядом с краем холста и вклюпим его сюда после светика появляется тень коричневый ты себе поддаешь еще возьмешь вместе с голубой и все что темным темно а это лампочка стол и ваза все сделаешь однотонно темненько без детализации я предлагаю немножечко еще утемнить тени и смотри какой момент есть ты хочешь сразу нарисовать как бы уже бы сгиб как в в лампочке так и в вазе вазе вообще нет ты захотела даже если есть постарайся изначально делать все прямолинейно потому что гораздо проще точно найти ровную линию а потом ее искривить чем сразу пытаться попасть то есть ты сначала полосочку отметила посмотрела ой да я же уже права и все и ушла дальше сейчас ты берешь коричневую голубую без разбавителя за счет того что холст имеет уже слой краски он скользкий и даст тебе вот так вводить изменения без сопротивления пораставляешь тени вверх здесь надо будет немножко увеличить освещение и у ваза пускай будет более изящная то есть она должна быть таким небольшим подиумом здесь вся ее нижняя часть в тени за счет того что освещение сверху смотри в случае кривизны ты вот так пальчиком можешь ее корректировать за счет того что она в цветовой системе сродни с фоном она очень поправима как еще можно черенком кисточки немножечко линейный стиль чтобы было заметно что не так но сейчас видно что тут чуть длиннее чем справа можно еще вот тут начать хочешь подлиннее чтобы совсем точно точно было в том числе тени мощнее придут и внизу вот я сразу сон потом где опустится торец и в лампочку ну хорошо потом возьмешь очистишь кисточку и все штришочки все вот эти части нехорошие следы а с розы ты начнешь бороться методом царапания на согласование приду а дальше дам маленькую кисточку ну пока все путем то есть ты знаешь царапки это больше для того чтобы понимала где что находится скорее обожаю не столько размер хотя и размер в том числе но положение предмета важнее возьму на пальчик туда розовенький и вот так заставлю появится теневую розовую мимо этого она еще и зеленит там местечками пока без освещения возьму другую кисточку для листиков их тоже можно пальчиками но как бы не слишком там разогнаться придется вот этого и больше ничего не делаешь поэтому может быть есть смысл смысл сразу вот так кистью вот так цветики там все те же бирюзовый коричневый надо сначала пересчитать все всех кто тёмен особенно самые тёмные найти нужно и и Потом этой же кистью берем белила в тот же цвет и добавляем капельку желтого для теплоты подразумевается что лампочка немножечко все-таки теплый свет дает поэтому приходит желтый смесь туда пирюзовый тоже да 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 конечно детали сделают маленькая кисть но пока вот так предварительно можно основной пересчитать теперь берем кисть поменьше и прикасаемся к розочке потом у тебя белила опять же с каплей желтенького вот что сделает сухие белила пирюзовый с коричневым сейчас стало понятно что не хватает цвета розового более насыщенного но вот 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше уходим в полутонар Субтитры делал DimaTorzok 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 На полу возможно такие Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.